доброе утро пастор саша это да передаю слово вам сегодня в это утро мы совершим вечер еще друзья я очень рад тому что я сегодня здесь давно меня не было но господь тебе дал такую милость и благодать так что отец мы благодарим тебя господь за то что ты соединяешь нас вместе господь делаешь нас господи одним целым то что мы братья и сестры то что мы господи но тело христова господь независимо того где мы живем господь в латвии или белоруссии в россии в украине в америке или в арабских эмиратах или в австралии господи мои единое тело христова и когда мы господь приходим к тебе господь с твоей кровью господь и с твоим телом господь мы символизируем господь то что мы господь есть едины то что господь у нас есть единое откровение о тебе нас единое понимание господь у нас одни мысли у нас одно сердце господь мы как этот хлеб который господь боже собран господь с разных полей господь эти зерна и были где-то смолоты обработаны и потом превратились в единое целое в тесто потом в реальный хлеб господь так и мы собраны тобою господь из разных мест с разными судьбами с разными историями жизненными но мы являемся единым целом сегодня прославляем и поклоняемся тебе господь поклоняйся потому что у нас есть кровь твоя господь который ты господь искупил нас на голгофском кресте и мы высоко ценим господь твой подвиг господь аллилуйя спасибо тебе за то что ты господь не такой как правители этого мира которые господь многие из них предатели многие из них люди которые не заботятся о своих народах которые издеваются над своими народами и заботятся только о том чтобы их жизнь и их окружение имела какие-то радости в жизни господи но ты не таков аллилуйя ты господь каждому из нас даешь свободу первую очередь свободу от греха свободу от гнета свободу от того что разрушает нас ты господь даешь нам господи новую жизнь и ведешь нас в эту новую жизнь господь и открываешь нам слово для того чтобы оно победоносно в нас действовало работало и чтобы приносило благословение и на этой земле господь и конечно же довело нас до того места которое мы все же все ожидаем место господь небесное место где ты обитаешь где ты сегодня готовишь нам господи пир где ты готовишь господь место встречи господь когда мы все соберемся у ног твоих господь аллилуйя спасибо тебе поэтому господь ты через кровь и тело очищаешь освещаешь даешь нам господи всегда помнить об этом и мы радуемся этом всему и благодарим тебя за то что несмотря господь ни на что господь мы можем радоваться о тебе и торжествовать да будет благословенное имя твое у нас чудный бог отец и на дух святой аминь аллилуйя друзья господь великий прекрасен и воистину каждому из нас он дал новую жизнь он открылся в нас он открыл нам секреты мироздания и поэтому сегодня можем приходить ему осознавая что он есть кто он такой и радоваться в этом зная сколько он нам простил зная как у нас изменил вы знаете это здорово сегодня и там и здесь мы много говорим о свободе мы много говорим о каких-то вещах которые нас беспокоят и вот эта глава она тоже очень много интересных моментов отображает вот и о том что когда находили убитого как разбирались тем чтобы найти виноватого да и в других моментах когда происходили какие-то спорные вопросы да бог дает мудрость для того чтобы нам разрешать эти вопросы здесь на земле но мы прекрасно понимаем что эта земля наша земная жизнь вот она несовершенна поэтому искать здесь абсолютно какого-то абсолютной правды абсолютной справедливости вот это это нереально вот но мы в процессе мы в процессе того что это правда это справедливость это свобода она открылась нас через христа и возрастает и с каждым днем мы все больше утверждаемся в ней когда погружаемся Слово Божие потому что Слово Божие оно делает нас свободными мы все больше и больше разрешаем Духу Святому работать в нас и начинаем все больше и больше видеть нашего несовершенства мы над этим работаем мы исправляемся мы изменяемся двигаемся дальше для того чтобы достичь совершенного вы знаете я вспоминаю те времена когда я жил еще в беларуси и мы с моим пастором ходили в тюрьму у нас была тюрьма очень серьезная вот там сидели рецидивисты то есть люди которые сидят уже не в первый раз тюрьме вот и по милости Божьей немногие тюрьмы были открыты особенно для протестантов вот ну в некоторые тюрьмы могут приходить православные священники католические священники они стараются даже попечительствовать людям как-то говорить с ними о чем-то утешать вот и бог открыл для нас такую тоже возможность чтобы мы приходили и делились с людьми божьей благодатью чтобы в их жизнь приходило спасение потому что это такой факт достаточно известный что что места лишения свободы они не сильно меняют людей ну вот они ограничивают просто их действия какие-то вот на какой-то промежуток времени но не сказать что люди выходят после тюрьмы и говорят все теперь мы поняли как нужно жить все теперь мы хотим жить по-другому отнюдь вот чаще всего чаще всего 99 и 9 процентов людей они снова возвращаются к своим преступным делам но когда священники когда люди которые сами знают истину которые ходят в свободе приходят и делятся этим вот тогда люди по-настоящему меняются я хочу вам сказать что даже до того как эти люди выйдут на свободу они уже чувствуют себя свободными и очень многие братья потому что но мы как мужчины выходили именно мужскую тюрьму там сидели только мужчины вот то они уже находясь еще в тюрьме уже славили господа за то что они чувствуют свободу они больше не чувствуют этого гнета этого я не знаю осуждения до этой вины за сотворенные они полностью осознают отчет они они готовы прийти раскаяться если это как бы будет уместным даже перед теми людьми против которых они совершили какие-то преступления вот но больше всего они ценили тем что божий мир уже наполнял их сердца почему я об этом говорю друзья потому что понимаете вот мы порой сражать это это неплохо как бы вообще как бы как сказать мечтать о свободе вот я все под наверное впечатлением вот тех моих белорусских событий этих да где люди все все таки продолжают стоять за свободу стоять за свои права и это я считаю правильным вот хотя конечно мы как люди верующие мы молимся для того чтобы не просто пришла физическая свобода но пришла духовная свобода но суть в том что вот смотрите я говорю о том что люди находясь в ограниченных возможностях да но встретившись с иисусом христом они уже имеют вот мир свободу удовлетворение счастье полноту да и понимаете как то есть внешние факторы их не ограничивают да в чем-то ограничивают физических каких-то передвижениях да то есть они не могут выйти за пределы тюрьмы вот но внутри они чувствуют свободу они дышат полной грудью они начинают видеть какие-то вещи которых раньше не замечали да как птички поют как как деревья цветут да то есть для них мир превращается в что-то красивое и цветное а порой люди живут на свободе и не замечают все ты благодати всех тех красок всей той полноты которую бог сотворил вокруг нас и по сути вещей живя на свободе живем в физическим более свободном мире где они могут перемещаться путешествовать ходить магазин да то есть посещать своих друзей вместе иметь какие-то праздники но внутри у них тюрьма они живут в очень стесненных обстоятельствах они живут в обстоятельствах какого-то внутреннего дискомфорта почему потому что мы люди духовные мы не только люди вот физического тела своего мы не только люди душевные мы люди духовные и бог нас такими сотворил чтобы мы искали бога чтобы мы находили его и наш внутренний мир дух он постоянно ищет 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 того чтобы найти этот контакт с богом и когда он его находит то это самая большая драгоценность и самая большая жемчужина и поэтому видим священном писании как господь он показывает нам что когда мы творим правду когда мы исполняем закон божий когда мы ищем того чтобы угождать господу бог приходит благодатью своей бог приходит духом своим святым бог приходит славой своею и мы получаем этот мир драгоценный вот мы начинаем ценить и семьей и детьми и работой и и государством в котором мы живем и даже при всех несовершенствах этого государства при всех несовершенствах каких-то взаимоотношений мы внутри как люди свободные как люди получившие мир мы совсем по-другому к этим вещам относимся вот и это это большое счастье это большое счастье иметь а бога внутри нас который живет внутри нас обычно люди как говорят ну как бы бог сам себе там мы сами себе вот он там мы его не трогаем он пускай нас не трогает у нас все хорошо мы люди хорошие никому зла не делаем вот и это такие моменты которые как бы видишь когда ты уже человек свободный ты видишь со стороны как бы как люди живут вот ты понимаешь что все равно их многие вещи терзают которые когда ты уже нашел господа вот он она дает тебе очень такое четкое основание и проходя даже очень серьезные долины смертной тени в своей жизни вот с богом проходить их значительно проще и бог дает силы для того чтобы преодолевать все эти трудности друзья поэтому к чему я это все веду я веду это к тому что если вы еще не нашли господа то ищите его вот он близко он рядом вот он сам пролил свою кровь за каждого из нас вот то что мы совершаем да вы видите это практически каждый день эту вечерю да когда мы поднимаем кровь его и тело и мы вспоминаем что он сделал ради нас вот вот это очень важный аспект мы вспоминаем голгофу голгофу мы вспоминаем то место где он пострадал за наше несовершенство за наши грехи за наши болезни вот чтобы мы имели сегодня исцеление здоровье чтобы мы имели процветание чтобы мы имели все нужное для жизни и благочестия и для тех кто уже двигается с господом чтобы мы были благодарны ему за все чтобы мы ценили этим миром потому что разная вторгается ситуации в нашу жизнь и порой очень такие необъяснимые порой вещи не зависящие от нас и мы в растерянности порой мы не знаем как поступать как правильно выйти из этих ситуаций да но когда мы призываем имя господа когда мы даем возможность миру божьему наполнять нас да то бог выводит нас из этих ситуаций показывая нам тот путь по которому мы должны двигаться для того чтобы эта ситуация разрешилась во славу божью и помните такое интересное место есть писание что даже зло бог умеет обращать в добро даже какие-то очень непростые ситуации которые кажется для нас абсолютным злом кажется все вот из этого уже выйти никак нельзя бог превращает их в такое благословение что мы потом каемся перед богом и говорим господи а я даже и не мог подумать что за этой ситуацией скрывается такое твое благословение что так и развернул что я даже и представить не мог аллилуйя потому что то что мы можем представить нашими человеческими ограниченными мозгами это совсем не то что приходит от господа у которого нет никаких ограничений поэтому друзья пусть благодать божья наполняет вашу жизнь мир божий наполняет вашу жизнь пусть слава божья наполняет вашу жизнь цените тем что вы имеете цените жертвы христа и пусть пусть это радость восторг божьего присутствия всегда пребывает с вами будьте благословены